Одной из острейших проблем современности, активно обсуждаемых в научных и общественных кругах разных стран, является проблема внедрения и распространения новых биотехнологий, связанных с генетическими изменениями живых организмов. Работы, проводимые молекулярными генетиками в лабораторных условиях, до поры до времени не вызывали серьезных опасений общества. Но в последнее время активное внедрение рядом корпораций продуктов таких биотехнологий на рынке, медицинских препаратов, продуктов питания и парфюмерной индустрии вызвали шквал протестов как со стороны экологических организаций, так и общества в целом. Ген на инженерии. Любой вопрос, который мы ставили перед собой, особенно который обременен как опытом, исследованием или претендующий на некую самость, предопределен сознанием человека, который это предлагает, и сознанием человека, который это воспринимает. Сознание подвержено, собственно, трём основных критериям. И отсюда, собственно, нужно понимать тот или иной вопрос. С одной стороны, мы зависим от неких каких-то эмоциональных качеств, которые регулируют наше понимание, вернее, нашу реакцию на эти качества, которые выражают нашу мыслительную активность или нашу реакционную активность, где сознание пассивно, но реализовано в наших действиях. С другой стороны, мы представляем или предопределяем некое усилие, когда мы пытаемся осмыслить или воспринять, или предложить то или иное понимание, вне зависимости от его правды, но которая наличествует и которая имеет свои усилия. И третье – это некое сверхчувственное состояние, сверхсознание, такое, скажем, медиумное, когда некая информация поступает к нам, и мы ей пользуемся. Следовательно, какой бы вопрос мы ни ставили перед собой, и как бы мы его ни навязывали, вопрос, кто его воспринимает и кто его предлагает. Что же такое геномодифицированные организмы? Наука объясняет просто. Организмы, куда был внедрен чужой ген, другого вида, класса животных или растений. То есть в растения могут внедрить ген человека или животных, в животное ген растений и так далее. Для того, чтобы придать вот этому организму новые свойства, устойчивость к засухе, устойчивость к заморозкам. С помощью генной инженерии уже получены гибриды картофеля с томатом, сои, сизым, табаком. Подсолнечника с фасолью. Есть и более обескураживающие данные. Грозоустойчивый сорт помидора со встроенным геном камбелы. Засухоустойчивая кукуруза с геном скорпиона. Томата с геном жабы. Или разработанный американскими биотехнологами новый способ управления развития конечностей у зародышей курицы. Так, чтобы они становились только крыльями или ногами. Любая модуляция с нашим телом, это модуляция с нашей энергией. И если мы говорим о некой генной инженерии, мы говорим о неких условиях, которые влияют на поступление энергии в наш мозг. Следовательно, мы должны понять, даёт ли тот или иной продукт возможность питания нашему мозгу, какой он имеет энергию, какую имеет чистоту, и понимаем ли мы, понимаем, это значит осознаём, или состоим ли проанализировать вопрос, который ставится перед нами, или знание, или информация, с которой мы сталкиваемся. Генные инженеры мечтают получить такие растения, которые вырабатывали бы естественные яды против вредных насекомых, могли бы поглощать азот прямо из атмосферы, были бы устойчивы к засухе и заморозкам, содержали бы много белка, так называемых бифштексов на грядке. Перспективы заманчивые. Но достаточно ли у человека знаний, чтобы исполнять роль Творца? Любое воздействие на тело, которое вне возможности нашего понимания, то есть вне возможности нашего усилия, это либо понижение наших качеств, либо повышение наших качеств. И одно, и другое, вне зависимости от характеристик, то есть повышение, безусловно, это некое, как бы, боли совершенствования, понижение, это, соответственно, разрушение наших качеств. Если оно не находится в зоне восприятия нашего усилия, то оно не может рассматриваться с поиск человеческого фактора, а значит быть вне нашего вопроса. Следовательно, вопрос мутирования, что ведет под собой генная инженерия, она в любом случае исключает оппозицию или восприятие человека в этом вопросе, так как она воздействует на частоты тела, на частоты сознания и энергии, которые находятся вне возможности усилия нашего сознания. Следовательно, любое измененное состояние, любая измененная пища, любое измененное действие, которое под собой нарушает ритм, и те частотные характеристики, в которых находятся те энергии, и которыми руководствуется человек, в любом случае направлены против природы человека. К сожалению, человечество поставлено перед фактом. Эти организмы уже созданы, и ящик Пандоры распахнут. Хотим мы этого или не хотим? Следовательно, о генной инженерии мы не можем рассматриваться как позитивной или развивающейся направлении, связанной с человеческим фактором, даже если оно позволяет усилить сверхсознание, ну, допустим, некие сверхчастотные характеристики, и человек проживает вне понимания. Но мутируясь, он обременен возможностью уже зависеть от частот, которые он не понимает, которые он декларирует. А следовательно, в зависимости от мощности и энергоемкости данного человека может вовлечь большее или меньшее количество людей в процесс, а который также для них, как процесс, связанный с развитием человека, становится губительным. Самое опасное в изменении – это ритм. Да, даже изменив ритм развития растения, мы изменяем его природу. Ну, возьмем огурец. Да, то есть, если мы его выращиваем не в природе, заложенный, собственно говоря, процессом того, что мы называем огурец, мы создаем и создаем некий новый продукт, который, безусловно, влияет на уже другой ритм, на ритм того, кто зависит от этого продукта. То есть, сколько бы мы говорили о неких каких-то научных или медицинских познаний человека, надо понимать, что эти познания навязаны и подчинены в те условия, от которых эти познания зависят. Да, то есть, в результате получаем не огурец становится зависимым от нас, а мы становимся зависимы от огурца, который выращен в нитом ритме и, соответственно, нарушает природу воздействия, оказываемого на самого человека. Первые широко известные работы по пищевым рискам ГМО принадлежат Пуштае, работавшему в исследовательском институте в Англии. Он, исследуя крыс, которые 9 месяцев питались трансгенным картофелем, модифицированным лектином подснежника, выявил негативные изменения в состоянии слизистой оболочки кишечника, частичную атрофию печени крыс, при этом уменьшался объем мозга, страдали кишечный тракт, зобная железа и селезенка, а также происходили изменения относительного веса внутренних органов по сравнению с контрольными крысами, питавшимися обычным картофелем. Изменяя гены, генетику растений и животных, конечно, мы оказываем влияние на одну из частей нашего тела, то есть на более какие-то грубые процессы, связанные, в первую очередь, с смертной энергией, так как и животное является смертной, и растение в основном является смертной. То есть мы закладываем некий код, который связан с либо нашим разрушением, то есть смертью, либо с видоизменением. То есть пища, которой мы начинаем подчиняться, и в ходе в те частоты, которые начинают нас потреблять. Любая попытка изменить растение или животное, или создать некий какой-то микс, в любом случае оказывает влияние на природу нашей крови, так как кровь первая воспринимает генетические изменения, связанные с природой, в которой мы находимся, то есть диаметрия места, в которой мы живём. Ну, естественно, меняя диаметрию нашей крови, мы меняем дыхание, мы меняем свойства и ритм проживания нашего тела, меняем энергию, её циркуляцию, и, как следствие, питание нашего мозга. И основная проблема для мозга становится, что мы перестаём его питать, так как ритм или цикл проживания энергии в изменённой и несоответствии с нашей природой продуктах, он не позволяет питать наш мозг, то есть он не является цельным, то есть он усечённый или, наоборот, направленный на потребление нас. То есть в результате не мы получаем энергию, грубо говоря, от продукта генетически изменённого, а генетически изменённый продукт потребляет нашу энергию. Мне удалось достать генетическую цирную сою, это была соевая мука, которую мы приобрели на мясокомбинате. То есть эту соевую муку должны были использовать в колбасах и в сосисках. Я стала просто добавлять к корму немножко вот этой соевой муки, ну, из расчёта 5 грамм на каждое животное. Кормила я в основном только самок. Начала кормить за 2 недели до спаривания с самцами во время беременности и лактации. Я была готова к тому, что получится негативный результат, но я думала, что, наверное, во втором поколении, а может быть третьем. Я собиралась проверять на 5 поколениях, как это положено в руководстве по проверке генетически модифицированных продуктов на животных. Но уже в первом поколении полученные данные меня ошарашили, потому что более 50% крысят новорожденных, они умерли. Умирали они в течение 2-3 недель. Из оставшихся живых около 40% были недоразвитыми. Когда я пыталась получить второе поколение, не смогла получить второе поколение. Все крысяты, хоть они и выжили, были бесплодными. Основная проблема для человека, который принимает продукты из геометрии места, особенно где он живет, это изменение его собственной геометрии, частоты и природы. То есть человек, по сути, попадает под некую иную схему, формат молекулярной связи существования, где уменьшается сама энергия, качество человеческой энергии. То есть человек стоит как бы из трех основных видов энергии. Энергия, которая определяет его плоть, то есть смертная энергия, энергия, которая определяет его жизнестойкость, его эмоциональность, чувствование, связанность с циркуляцией энергии, и энергия Духа, что-то не что, что не понятно многим людям, которые более высокой частоты и предназначено жить впоследствии, просто как физическое тело умирает, попадая под измененные геометрические условия, то есть мы уже сталкиваемся, в принципе, с не каким-то высокочастотным здесь влиянием, на уровень компьютера. На уровень компьютера мы можем изменить свое сознание, но даже изменить свое сознание, мы все равно при этом как бы имеем возможность сохранить человеческие частоты или качества, то есть виды энергии, которые свойственны и определяются теми или иными переживаниями, которые мы определяем человеческие. Когда же мы начинаем питать частоты, которые ниже человеческих переживаний, то есть если мы начинаем взращивать или измененные ритмы, мы начинаем взращивать некие качества и процессы, которые не соответствуют самому пониманию человека. То есть человеческая энергия это определенные частотные характеристики, то есть человек живет в разных условиях частот, где его, то, что называется человеческим, занимает лишь всего одну часть. Если эту часть уменьшаем, разрушаем, потребляем или неправильно развиваем, то человек, собственно говоря, перестает нести в себе человеческие функции, даже если он отделен человеческим телом. То есть человек продолжает быть в человеческом теле, но при этом в нем качества, которые связаны, первую очередь, с переживанием, уже не соответствуют или они достигают такого минимума, что зависит от других форматов, от скорости движения энергии, от степени сосредоточения, ну и многих функций, при которых ритм, естественно, проживания, той энергии, которую мы называем человеческой, не может существовать. На это оказывают влияние многие факторы. Ритм жизни, который влияет на то же дыхание жизни, но в первую очередь то, что питает. А питает нас, помимо дыхания, это питательная пища. И любая измененная, мутированная пища, она в первую очередь лишает человека человеческих переживаний, то есть качество. В результате, представьте, человеческий организм, который измененный или на который оказано влияние, например, Макдональдс, то есть в результате человек начинает переживать свойства, от которых зависит. Но эти свойства не по частоте не соответствуют человеческим свойствам. То есть, что такое человеческие свойства или энергии, которые могут взаимодействовать с более грубыми и с более высокими. И могут их как-то комбинировать и реализовывать человека в его задачах развития.